Алло, алло, для соединения с оператором оставайтесь на линии. О, хорошо, сейчас подожду. Здравствуйте. Здравствуйте, я вас слушаю. Я не знаю, мне звонок звенел и все. Да, знаком. Правильные выводы. А вы почему интересуетесь? Ну, потому что у вас задолженность образовалась в банке, поэтому я вам звонила. Вы можете связывать. А вы из банка? Меня зовут Смирнова Татьяна Васильевна, я являюсь специалистом компании МБА Финанс. Нет, я являюсь представителем банка. Представителем банка? У вас доверенность есть? Нет, у нас есть агентский договор. Нет, у госпожи Смирнова есть доверенность? Еще раз попробуйте, можно? У вас есть доверенность о том, у кого у вас, у фирмы, у нас, между нашей компанией, коллекторской агентством, между нашей компанией и банком есть агентский договор. А вы кто в этой компании? Вы кто в этой компании? Представителем. Представителем, вы не слышите? Вы представитель. Так представительство должно каким-то образом регламентироваться. В данном случае это должна быть доверенность. Я говорю, исходя из статьи 182 Гражданского кодекса Российской Федерации, я являюсь представителем банка. Подождите, вам банк лично госпожа Смирнова делегировал быть представителем? В нашу компанию. А вы, вы, вы кто в этой компании? Вы кто в этой компании? Вы? Специалист. Вы не понимаете? Ну, теперь понимаю. Так вот специалист. Да что же вы голос повышаете? Вы что, я же вас не пытаюсь в тупик поставить. Я хочу, чтобы мы друг дружку понимали. А что преувеличиваю-то? Я понимаю, что вы там по скрипту говорите, но я не пытаюсь вас. Вы так и не ответили на мой вопрос. Есть у вас доверенность, которая дает вам право общаться со мной? Конечно. Есть доверенность? Мне никакая доверенность не нужна. Да ладно. У вас есть финанский договор и общаться имею полное право. Нет, 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 нет. У вас должна быть доверенность, и я должен выяснить, имеете ли вы право со мной общаться. Может, вы проходимец и звоните с какого-нибудь телефона автомата. Не, не, не должен никуда входить. Вы ошибаетесь. Вас кто-то ввел в заблуждение. Я больше права. Я вас заставлять не буду. Мне интересует, почему вы продолжаете уклоняться от артопа. Хотя вы с банком заключили кредитные договоры, исходя из этих 819 гражданского кодекса Российской Федерации. А что это вас интересует? Задолженность у вас уже 690. Да я знаю эту информацию. Не тратите времени. Вы ЗОСы не платите. Не, 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 не. Я обычный не платильщик. Да нет. Ну, хорошо. Если я вам дам эту информацию. Вы что, лучше спать будете? Или вот вас она интересует? А у вас задолженность там, мне абсолютно все равно. Так вы же сейчас сказали, вас интересует. А вот банку интересно. Почему вы? Откуда вы знаете, что ему это интересно? На основании чего? На основании чего? Окей. Вы передадите точно эту информацию банку? Вы точно передадите эту информацию банку? Ну, давайте, Дмитрий Евгеньевич, у нас разговор записывается. О, отлично. Я, кстати, вас тоже в известность ставлю, что наш с вами разговор записывается. И внимание, когда он закончится, через 10 минут он будет выложен в YouTube. Как минимум сразу человек 800 посмотрит. Ну и что, что он выложит? Ну и что? Нет, да просто, чтобы вы внимательно свой скрипт смотрели, да, и когда будете… Знают, знают, что вот Кузнецов есть, и является просто не платильщиком, что у него загружено 609 800 рублей. Да, 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 да. Мне очень смешно. Хорошо, вы же спросили информацию. Я вам готов выложить эту информацию. Я вам задала конкретный вопрос. Хочу конкретный ответ. На каком основании вы нарушаете закон? Почему вы не оплачиваете свой кредит? С какого вопроса начинать? Третий вопрос уже, да? То есть по порядку, по порядку отвечать? Это прекрасно мои вопросы, и они все на одну и ту же тему. То это можно обобщить, да? Обобщить. Конечно, можно. По-моему, этот вопрос прислод же у вас. Почему вы не оплачиваете свой кредит? Хорошо. Несмотря на то, что вы на мои вопросы не ответили, даже номер доверенности мне сказали из уважения к девушке. Вы не обязаны предоставлять такую информацию. Я тоже не обязан, но я все-таки... Если вас интересует кредитный договор, либо вас интересует агент, либо, как вы утверждаете доверенность, вы сможете обратиться в офис банка, и вся информация вам будет предоставлена. Девушка, ну смотрите, я сейчас вам отвечать собираюсь на вопросы на ваши. Это же круто. Вы же добились своего, да? Отвечайте. Девушка. Ну какая молодец. Итак, я не исполняю свои обязательства по кредиту, по договору, так как я считаю, что договор не соответствует действующему законодательству в нескольких пунктах. И я намерен расторгнуть этот договор. Вот и все. В одностороннем порядке вы не имеете права разговаривать. В суде вместе с банком будем на эту тему разговаривать. А почему же вы в суд не пошли? Полтора года прошли. А мне зачем? Вы же человек цивилизованный, вменяемый и... Вы решили расторгнуть договор. Да. 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 А почему тогда вы в суд не сходите? А зачем мне это делать? А зачем мне это делать? Больше это нужно банку, а не мне. Ну я вот хорошо себя чувствую. В случае деньги свои заберет. Вы этого воспользовались? Как? Как? Ну-ка объясните, пожалуйста, если вам не трудно, если вы знаете. Напугайте меня. Как банк заберет свои деньги? Я вас пугать не собираюсь. Мне не нужно вас пугать. Хорошо. Вы прекрасно знаете, что если человек оформляет деньги, тем более он берет их исходя из договора, соответственно он обязан их вернуть. Обязан. Правильно? А если он этого не делает, что дальше? Получается, если вы не возвращаетесь? А получается, если вы не возвращаетесь? А получается, если вы не возвращаетесь? То это нарушение статьи уголовного кодекса Ну ладно, я что? Я что, чиновник что ли? Вы зачем сейчас говорите то, чего не соответствует истины? Я не чиновник, чтобы пришивать мне эту статью. Это разве маленькая сумма? А почему здесь маленькая и большая? Мне кажется, нет. Очень важно. Когда кажется, нужно креститься. Я плачу, что будете в любом случае. Ну да вы мне скажите, как это произойдет? Как банк реализует вот эту свою якобы возможность взыскать с физического лица деньги, которые у него нет? Дмитрий Евгеньевич. А? Ну, наверное, самое интересное, что вы, наверное, забыли об арестке имущества. Нет, я не забыл. Дело в том, что если вы почитаете отзывы ваших, собственно говоря, коллег или как они там называются, комментарии к нашим разговорам, вы увидите, что я адвокат, я юрист, и я знаю, что такое имущество у человека. А почему вы всегда об этом спрашиваете? Да я в правовом поле. Я жду, я понимаете, я нарушаю договор, вот смотрите, нормальный процесс, нормальный процесс в споре. Я нарушаю договор и жду ответных действий оппонента. Дмитрий Евгеньевич. А? Ну так вот, а я жду. Понимаете? А я жду. Вы юристы, вы адвокаты, вы прекрасно знаете, что исходя из статьи 126 гражданского правильного кодекса по исполнительному лесу, так будет вынесен судебный приказ в одностороннем порядке. Зараживается у вас более 50 тысяч рублей. И что с этим судебным приказом? Я не соглашаюсь с данной суммой, этот приказ через 10 минут отменяю. Это ваше право, конечно. Да, и что дальше? Деньги, что вы оформили, потратили на лифт. Не надо мне на совесть тут нажимать. Банк меня обманул в момент, когда я договор подписывал. Подсунул мне. А какой же вы юрист? Как вас банк смог обмануть-то? Да вот так. Это я банк обманул. Я знал заведомо, что этот договор противоречит действующему законодательству. Вы банк или банк вас? Так вот надо разбираться в суде с этим вопросом. Разбираться надо. А мне это не нужно. И реструктуризацию сделали. Я плачу. Да, да, да. А потом взял, почитал и думаю, ёлки-палки. Да что ж тут такое творится? Банк требует оплаты до 10-го числа включить. Да ладно. А что будет, если я не оплачу до 10-го числа? Ну, объясните мне, что будет? Последствия какие? Угу. И что дальше? Принудительно. Каким образом принудительно? Да я знаю, что ничего с меня никто принудительно не взыщет, пока я сам отдавать не начну. Ваш вот этот скрипт ничего не стоит. И рассчитан он на инвалидов мозговых. Это ваш адрес проживания? Нет, не мой. Это ваш адрес проживания? Нет, я не на доблести живу. Да что вы мне обещаете всё время вот это вот? Уже сколько дней вы мне это... Буду продолжать. Закон для всех одинаковый. Да и для вас, кстати, он тоже одинаковый. 230-й давно читали новый закон? А? Давно читали новый закон, который вышел? 230-й ФЗ. 1 января 2017 года. Ничего тебе. Когда существуете вы, Дмитрий Евгеньевич, коллекторское агентство не перестанет работать. Поверьте мне. Отлично, я рад этому. И у меня будет очень много клиентов. Всё просмотрел на время появилось. Peace Christoph! 加入weiczлипппппппппппппппппппппппппппппппппппппппппппппппппппппппппппп